Инфаркт миокарда – это очень грозное состояние. Грозность его заключается в том, что оно очень быстро протекает. И тот каскад реакции, который проходит в организме, он имеет первоочередное значение его – это безвозвратное. Необходимо прекратить малейшую и любую физическую нагрузку, какой бы он ни занимался. Будто уборка по дому или ходьба, или просто он видит перед собой дверь своего подъезда и считает, что еще 200 метров я дойду. Не нужно этого делать. Если исходная точка начинается с минимальным количеством живого миокарда, то дальнейшая жизнь и перспектива пациента, конечно же, не такая радостная. Мое глубокое убеждение – лучше та операция, которая не сделана. Александр Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте, Инна. Почти две трети смертей в Беларуси вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. А какое место в этой печальной статистике занимает инфаркт миокарда? К сожалению, вы действительно правы. Львиную долю смертей наших граждан забирают на себя заболевания сердечно-сосудистой системы. И в этой связи инфаркт миокарда является острой формой того заболевания под названием ишемическая болезнь сердца, который является апогеем всего патологического процесса, который протекает у наших пациентов. Что касается конкретно, если отцифровать, какое количество наших граждан умирает именно от инфаркта миокарда, то на сегодняшний день, к счастью, эта цифра не такая большая, как она была еще 20, 30, а то и 50 лет назад. Современные технологии внесли свой вклад, и мы на сегодняшний день способны спасать пациентов, у которых острая форма ишемической болезни сердца. Но я говорю это не с точки зрения хвалы той специальности, к которой отношусь в том числе и я, а с точки зрения того, чтобы мы все понимали о том, что взявшись рука об руку с пациентом, мы забрались на верхнюю часть графика по статистике смертей, в том числе и смертей от острых форм ишемической болезни сердца и от хронических форм ишемической болезни сердца. И спустившись с этой верхней точки, мы можем точно так же, только вместе взявшись за руку с нашим пациентом. А кто в группе риска? В группе риска те люди, у которых есть факторы риска. Это пресловутые факторы риска, которые никто никогда не скрывает, и они проговариваются на приеме у врача общей практики, в амболокром-поликлиническом звене, на приеме у врача-кардиолога. Что это за факторы риска? Это малоподвижный образ жизни, абдоминальный тип ожирения. На сегодняшний день главенствующую роль занимает уровень глюкозы в крови. Мы говорим о том, что пациенты с сахарным диабетом, первым и вторым типом являются пациентами наиболее угрожаемого контингента, которым нужно необходимо пристально относиться, в первую очередь, к своему здоровью. И второе, это к регулярному посещению первичного звена. Я сейчас говорю о системе здравоохранения, медицинских работников и той диспансеризации, про которую действительно имеет свое значение, если ее проходить вовремя. А если говорить о возрасте пациентов, которые перенесли инфаркт, о каких цифрах может идти речь? Цифры самые разные. К сожалению, острая форма сердечно-сосудистой катастрофы может случиться в любом возрасте, и не застрахован от этого никто. В том числе и молодые люди, особенно молодые мужчины, которые подходят только к своему зрелому возрасту, возрасту в 40 лет. И также и пожилые люди, которые перешагнули пенсионный рубеж, вышли на заслуженный отдых, но продолжают находиться в социуме. Если разделить по гендерному типу мужчин и женщин, в этом плане прекрасной половине человечества повезло больше. Они защищены до определенного периода своего фертильного возраста. Что касается мужчин, здесь, конечно, повезло им меньше, и поэтому внимание к своему здоровью, к факторам риска, если они есть. Если они модифицируемые, что это значит? Это зона ответственности, поделенная на два между пациентом и врачом. Они должны быть искоренены, модифицированы. Пусть не агрессивно, пусть постепенно, но человек как существо инерционное, ему достаточно зародить привычку в течение трех недель. Пускай это будет дозированная аэробная физическая активность, пускай это будет правильное питание, пускай это будет уменьшенный уровень стресса. И если все вместе в совокупности применить данному пациенту, данному гражданину или просто человеку, мы ожидаем положительного эффекта. Вы сказали, что женщины до определенного возраста менее подвержены инфарктам. Почему? Это действительно так. Во-первых, ретроспективно об этом говорит статистика. И этот факт являлся прикладной точкой для умов многих ученых, для анализа и для выявления причин. Причин здесь несколько. Начнем с того, что лежит, что называется, доступно взгляду и оку. Антропометрические особенности. Женщина, она имеет меньше антропометрические особенности, меньше вес, меньше рост, а следовательно сердце, которое является по определению насосом, приходится проделывать меньший объем работы по прокачиванию крови по всему организму. Меньший объем работы позволяет такому органу, как сердце, увеличить его ресурс работы. Я уже говорил о том, что если ввести понятие фертильного возраста в определенный период жизни женщины, и говорить о том, что гормональная картина, которая присуща этому возрасту, она обладает достаточно протективным эффектом в работе кардиоваскулярной системы. О чем это говорит? Это говорит о том, что тот баланс вазоконстрикторных, а также вазодилетаторных механизмов, которые присутствуют у каждого человека, находится в сбалансированном состоянии и позволяет организму женщины противостоять тем внешним факторам стресса, а также тем механизмам, которые подавляют работу вазодилетаторных механизмов, и формировать определенный баланс в работе ее эндокринной системы. А как же вот в народе говорят, мужчины эмоции в себе держат, а женщины более эмоциональны, поэтому мужчины инфаркты чаще случаются. Это миф? Нет, это не миф. Вы произнесли вполне четкую и конкретную фразу. Держит стресс в себе. Это характерно для всей человеческой популяции. Относясь к царству животное, мы с вами отличаемся от братьев наших меньших тем, что не все эмоции, а также руководство к их действию мы реализуем. Если взять животных, то определенный стресс они модифицируют через призму решений «бей или беги». Но человек не может годами, как заяц убегать от волка или переносить более другие факторы стресса. Человек держит все в себе, и тем самым ему приходится вырабатывать некий механизм для того, чтобы существовать, обеспечивать нормальную жизнедеятельность. Если разделить мужчин и женщин и сказать о том, что женщины более эмоциональны в этом плане, определенная доля здравости здесь есть. Это действительно так. И есть даже такое понятие синдром неотреагированной эмоции. Когда человек получает некий сигнал в виде информации, чувств, эмоций, держит это в себе, и тем самым он не добавляет себе здоровья. Такие литературные понятия, как адреналиновый ожог сердца, то же самое. Когда, переживая определенное состояние стресса, человек не бежит и не бьет, он держит все в себе. Конечно же, это все влияет на работу сердечно-сосудистой системы в целом и ресурса того органа под названием сердце, который, конечно же, ограничен и конечен. А ковид как-то повлиял на количество инфарктов и, ну и в общем, заболеваний сердца? Ковид действительно повлиял, но я бы здесь ввел более качественное понятие. Что касается количественного, ковидная инфекция все-таки, она была тропна к легочной системе, респираторной системе. Но что касается пациентов, которые одновременно имели острую форму сердечно-сосудистых заболеваний, сердечно-сосудистую катастрофу на фоне ковидной инфекции, либо мы говорим о данной патологии в ранний постковидный период, то качество этих пациентов с точки зрения восприятия врачом и медицинского анализа, оно принципиально другое. Этот пациент настолько коморбиден и настолько его органы и системы разбалансированно сосуществуют, что приходилось очень часто нам организованными консилиумами выступать и в принятии ежедневных нетривиальных решений. Изолированная патология в виде инфаркта миокарда у среднестатистического человека имеет определенное лечение. Изолированная форма ковида, да, она прошла некоторую модификацию, но мы выработали к ней подход. Сосуществование двух этих патологий у пациента либо формирование острой патологии после ранее перенесенного ковида это совсем другая клиническая картина. Об этом очень-очень можно долго говорить, но хочу сказать лишь одно и подчеркнуть, то что качественно это совсем другие пациенты и нам приходилось учиться прямо на пути реализации программы по лечению пациентов от ковидной инфекции. Расскажите, пожалуйста, какие вредные привычки являются такими провокаторами инфаркта? Вредные привычки, они же модифицируемые факторы риска. Да, не будет лишним их перечислить. Ну, начнем с образа жизни. Это малоподвижный образ жизни. Надо сказать, что у любой медали две стороны и современный человек, он живет хорошо. Мы видим о том, что ему не нужно много двигаться. Зачастую нередкой картиной будет являться, когда мы садимся в автомобиль, приезжаем на сидячую работу, садимся в автомобиль и приезжаем на диван домой. Ничего хорошего в долгом периоде времени за собой это не сулит. Дальше обратим внимание на питание. Широкий спектр очень доступных, вкусных продуктов питания, но надо четко понимать, какой уровень консервации, необходимой консервации они проходят. Это определенно добавление уровня соли. Соль, да, в деревнях это пищевые продукты, которые с частного подворья, промышленные города, это действительно уровень соли высокий, который за собой влечет артериальную гипертензию, и мы видим всплеск артериальной гипертензии в достаточно молодом возрасте и необходимость применения четкого медицинского лечения. Я говорю сейчас о медицинских препаратах, и не только модификации образа жизни. Постепенно перейдем к курению, которое является просто ярким печем современного общества. И я сейчас говорю о всех видах курения, начиная от курения обычных сигарет, заканчивая вейпингом, курением кальянов и так далее, и тому подобное. Тот никотин и тот табачный дым, который определенно несет риск развития рака легких, верхних дыхательных путей, он еще очень патологически влияет на ту эндокринную систему, я говорю о внутренней оболочке сосудов, артерий, в которых впоследствии происходит разбалансировка факторов вазоконстрикции, то есть сужения, и вазодилатации, то есть расширения. Продолжая в вредных привычках и малоподвижный образ жизни, я хочу сказать о том, что очень часто и ко мне обращаются пациенты, и они опускают руки, и эмоционально, и физически говорят, ну не могу я похудеть. И в этом плане современные тенденции, вот мнение экспертов и лидеры мнений последнего времени, к счастью, наверное, для этих пациентов происходит определенная девальвация понятия лишнего веса. На сегодняшний день мы говорим нашим пациентам, да, пусть ты не можешь похудеть, но заставь, пожалуйста, свою скелетную мускулатуру ежедневно работать. Приведи ее в ежедневную физическую активность, пусть она 10, 15, 20 минут, но каждый день двигается, и мы увидим положительный эффект и результат, который появится в том числе и в регуляции сердечно-сосудистой системы. А вот этих 10 тысяч шагов, пресловутых, достаточно? Или нужно еще что-то делать? 10 тысяч шагов – это очень хорошо воспринимаемый и доступный посыл информационный, но это, я бы сказал, та нижняя планка, тот минимальный социальный стандарт, который должен посмотреть с утра в зеркало каждый житель Республики Беларусь и сказать себе «сегодня минимум 10 тысяч шагов, и тогда я имею право моральное на хороший ужин и на отдых перед телевизором на диване». Но пройти их необходимость нужно. Вот есть такой термин «сердце выходного дня». А что это такое? Действительно, есть такой термин «сердце выходного дня». Мало то, что он звучит, так очень доступно. Что под собой подразумевает? Наступают выходные, праздники. Тот стресс, который накопился у жителя большого мегаполиса, зачастую он вымещается не на беговой дорожке, не на лыжероллерной трассе и даже не в бассейне. Он вымещается в неком заведении, где происходит обильное питание, разговоры с друзьями, посиделки, а также принятие алкоголя в определенных дозах. И те дозы, которые именно принимаются в выходной день, зачастую они кратно были выше о тех дозах, о которых говорилось с точки зрения ежедневного безопасного приема. К чему это приводит? Это приводит к тому, что после проведения такого времени и с такими факторами риска, назовем это так, определенная нагрузка на сердце идет. Это ситуационная тахикардия, которая определенное время в сердце вынуждено учащенно работать, а следовательно, меньше отдыхать. Весь этот каскад патологических реакций приведет к тому, что опять же мы ускоряем ресурсы износ, а результаты, которые будут, ближайшие результаты, я говорю о понедельнике, когда выходные пройдут, это действительно те результаты, с которыми пациент в том числе может и обратиться за медицинской помощью. Нарушение уровня водно-электролитного обмена, также различного рода кардиологии, дискомфорт, усталость, и это только те кардиальные причины, о которых мы можем сказать, если наслоить на это общие синдромы, которые могут возникнуть после такого проведенного времени препровождения, мы получим ту картину, которая патологически влияет на работу сердца. именно это понятие вкладывается в понятие сердца выходного дня. И если у нас 365 дней в году, мы делим на месяц и недели и получаем выходные, к чему я хочу подвести? Если забегать уже действительно далеко вперед, то надо понимать, что храм здоровья это не клиническая больница, не поликлиника и даже не республиканский научно-практический центр. Храм здоровья это велотренажер, беговая дорожка, лыжероллерная трасса. Те инструменты, которые помогают, а мы видим, что их достаточно, в том числе в общем доступе на улице, заниматься именно физической культурой, тем самым бороться со стрессом и переносить ту усталость, которая у нас накапливается. Какие основные симптомы инфаркта миокарда? Инфаркт миокарда это очень грозное состояние. Грозность его заключается в том, что оно очень быстро протекает и тот каскад реакций, который проходит в организме, он имеет первоочередное значение его, это безвозвратное. К чему я веду? С течением времени и того болевого синдрома, который ощущает человек, происходит гибель кардиомиоцита, гибель клетки. И гибель это, как вы понимаете, навсегда. Первый симптом и наиболее традиционный, классический симптом это давящая, сжимающая, жгущая боль за грудиной. Это классический признак, который должен проговорить пациент, если у него случилась такая ситуация, в том числе оператору скорой медицинской помощи. Это повлияет и на скорость прибытия бригады, и на ее качественно-количественный состав. Можно ли спутать чем-то, между ребер какая-то боль? Ведь многие, ну, не каждый может предположить, что это инфаркт и пытаются каким-то самолечением заниматься, либо это такая боль, которую, ну, ни с чем уже не спутаешь. Определенно правильно вы говорите, что можно спутать, но это не задача пациента, и не стоит пациенту ставить перед собой такую задачу, как под названием дифференциальная диагностика. Это нужно как можно быстрее передать в руки врача-специалиста, который будет и проводить дифференциальную диагностику, инфаркта миокарды, межреберной невралгии, стенокардии. Задача пациента наиболее быстро обратиться за медицинской помощью. Если пациент в том числе и посмотрит нашу с вами передачу и подумает, что та боль, которая у него есть, это является боль не опасной для него, это состояние приведет для начала как минимум к клинической инертности в его. За последующим эта ситуация может привести к непоправимым последствиям, поэтому необходимости в дифференциальной диагностике на уровне самодиагностики нет никакой. Боль, кроме этого, у пациента возникает ажитационное состояние, такое, как страх смерти. Он боится за свою жизнь, у него происходит увеличение частоты сердечных сокращений, тахикардия, увеличение частоты дыханий. Он не может отдать себе отчет, что с ним конкретно происходит, но он четко понимает, что с ним происходит что-то не то. И первой рекомендательной задачей для него необходимо прекратить малейшую и любую физическую нагрузку, какой бы он не занимался. Будь то уборка по дому или ходьба, или просто он видит перед собой дверь своего подъезда и считает, что еще 200 метров я дойду. Не нужно этого делать. Как только у вас появилось это чувство, необходимо прекратить нагрузку, остановиться, если есть возможность вызвать скорую медицинскую помощь, либо обратиться за помощью к прохожим, принять максимально удобное положение, на что это позволяет, в том числе и лечь на скамейку, минимизировать любые физические активности и ждать медицинских работников. Именно это состояние позволит сохранить определенное количество клеток кардиомиоцитов для последующего лечения и восстановления этого пациента. Что дальше предпринимают медики уже в больнице, когда приехал пациент с инфарктом? Еще до больницы нужно доехать. Сначала медицинская бригада, бригада скорой медицинской помощи выезжает к данному пациенту. Проведя физикальный осмотр, сбор анамнеза, жалоб, а также необходимость записать электрокардиограмму, диагноз инфаркта миокарда в большинстве случаев ставится вполне четко и конкретно. После этого происходит оказание первой медицинской помощи на уровне догоспитальном и параллельное контактирование с тем стационаром, который на сегодняшний день способен принять этого пациента. Я говорю сейчас о той широкой сети катетеризационных лабораторий, которая у нас есть в городе Минске. Что это за лаборатории? Это рентгеноперационные, которые готовы принять пациента с такой патологией непосредственно на экстренное чрезкожное коронарное вмешательство, выполнить диагностическую процедуру, провести диагностическую коронар-ангиографию и, найдя прикладную точку для работы, провести ургентное, то есть безотлагательное стентирование коронарных артерий. Благодаря широкой и большой поддержке государства на сегодняшний день жители Республики Беларусь и города Минска в частности имеют доступность, широкую сеть доступности катетеризационных лабораторий для выполнения непосредственных манипуляций и операций у пациентов с данной патологией. Как происходит восстановление? Начало восстановления происходит в тот момент, когда пациент уже вовремя вызвал скорую медицинскую помощь. Я не случайно уделял столько этому времени и говорил о тех временных факторах, которые являются первоочередными. именно с тем количеством кардиомиоцитов, с которым поступает пациент в рентген-доваскулярно-операционную и имеет дело рентген-доваскулярный хирург. Проведя, пусть даже успешное стентирование, я говорю об имплантации стентов коронарных артерий, оно может пройти легко, быстро и без осложнений. Но если время упущено, время на догоспитальном этапе, если наш пациент занимался очень долго дифференциальной самодиагностикой, если он надеялся на что-то, что это все пройдет и это все не важно, то то патологическое количество погибшего миокарда в процентном отношении его не вернуть, а следовательно реабилитация и восстановление будет проходить с тем ресурсом сердца, который у пациента остался. И если этот ресурс достаточно мал, то мы можем говорить о очень серьезной реабилитации, серьезному подходу, и зачастую уже на этом этапе у пациента формируется очень хороший комплайнс, то есть приверженность к лечению, он уже понимает, с чем он имеет дело, но если исходная точка начинается с минимальным количеством живого миокарда, то дальнейшая жизнь и перспектива пациента, конечно же, не такая радостная, если бы другая сторона пациента пациента в раннем этапе обращается, выставляется конкретный четко диагноз, выставляются показания для того или иного вида лечения, я говорю о хирургическом либо терапевтическом лечении, и пациент по показаниям выполняется пациенту необходимый перечень лечебно-диагностических мероприятий, и вот тогда реабилитационный потенциал, как мы называем его в медицинском сообществе, будет гораздо выше у данного пациента. Как предотвратить инфаркт миокарда, о какой профилактике может идти речь? Предотвратить инфаркт миокарда можно, более того, и нужно. Что касается профилактики, ну, начнем, давайте с конкретного примера. Речь идет о человеке, пусть это будет мужчина, молодой, 40-летний мужчина, который на сегодняшний день чувствует себя еще очень хорошо, прекрасно, и считает поликлинику, это нечто такое, очень далекое от него здание, которого его ничего никогда не должно привести. Чем лучше состояние на сегодняшний день у пациента, тем лучше и раньше, и лучше будет эффект от проведенной профилактики. Я сейчас говорю о той диспансеризации. Есть такое очень хорошее выражение, оно мне очень нравится, что единообразно, а то не безобразно. Если мы берем весь социальный средств нашего общества и подходим к вопросу диспансеризации очень серьезно, то есть это пациент пришел, ему сделали определенный перечень анализов необходимых, обследований результатом и ушел. Либо заподозрили на ранних этапах некую патологическую ситуацию и тем самым подхватили его вовремя и начали заниматься профилактикой на моем любимом этапе любого заболевания, стадии предболезни. именно профилактическая кардиология и никакой другой кардиологии на сегодняшний день я не отдал бы лидирующую позицию, кроме как профилактическая, должна выходить на первый план. Для чего? Для того, чтобы не случилось катастрофы и не было необходимости в проведении тех или иных оперативных вмешательств. Если смотреть прямо перед собой, я бы даже сказал немножко так вот под ноги, истина навсегда там находится, и не говорить о тех высокотехнологичных и операциях, которыми и я в том числе горжусь, и специалисты гордятся, и это достояние здравоохранения сегодняшнего дня, то нужно говорить о том, что мое глубокое убеждение лучше та операция, которая не сделана, если ее нет необходимости делать. А для этого необходима профилактика. И начинается она на ранних этапах сконтактирования со своим врачом общей практики, врачом-терапевтом, если есть необходимость врачом-кардиологом. И здесь очень-очень-очень важно найти общий язык пациента с врачом, о чем я сейчас говорю. Увидевшись однажды, пациент смотрит на врача, врач смотрит на пациента, и если не получилось взаимодействия, если нет доверия, то результат не будет таким хорошим, как он мог быть. Задача врача, извините за такое слово, это важность продать значимость второго визита. И здесь мерилом продажи является только одно, пациент платит своим доверием, ничем другим. Если он доверяет своему специалисту, он придет к нему второй раз. А наладившись контакт, я уже говорил, что человек это существо инерционное, то нет никаких шансов для развития патологического процесса, и это очень важно. И те экстренные службы, в том числе широкая сеть рентгендоваскулярных хирургов, я их всегда сравниваю с пожарниками, которые тушат уже пожар, а организм ничелка с домом, в котором после хорошего пожара, да, там остались стены, иногда там остается крыша, но жить в нем как минимум некомфортно. И вот чем меньше, чем больше будет сухи рукавого-пожарников и руки у рентгендоваскулярных хирургов, тем, значит, лучше работает система профилактической кардиологии, именно той кардиологии, которой нужно отдать пальму первенства в надежде и на результат. А результатом будет являться то, с чего мы начали с вами уменьшение количества смертей и летальность. Александр Витальевич, спасибо вам за такую полезную информацию. Спасибо вам, Инна. Игорь Негода.